Плюсовая температура днем, минусовая ночью. Такие погодные условия идеальны в период паводка. Вода не успеет залить большие территории. В этом году активный разлив рек ожидается в 20-х числах марта. Уровень паводка в Самаре зависит в том числе от Жигулевской ГЭС. Чтобы не затопить города и села, на станции воду сбрасывают строго по графику. По данным экспертов, если уровень воды в Волге поднимется выше 31,5 метра, река может вылиться на близлежащие кварталы. Но такого еще не случалось. Еще один источник паводка – снег, который тает и стекает во враги и ямы, и затапливает дома и подстанции, что стоят уровнем ниже. В первую очередь во власти водной стихии оказываются Куйбышевский и Кировский районы Самары. В сложный период все городские службы и управляющие компании в полной готовности. Откачка воды – это раз. И второе, если есть необходимость перекрыть куда-то доступ воды, мешки с песком, щебень – это все есть, это все будет проверяться 15-го числа. Вплоть до того, что лопаты проверяем у управляющих компаний, есть они или нет. Для того, чтобы можно было вовремя забрать этот песок, завести этот щебень, засыпать какую-то речку, которая потекла не туда, куда ей надо идти. Во время паводка в зоне риска в первую очередь частный сектор. Чтобы вода не попала в дома и не затопила подвалы, жителям советуют быть ответственнее и самим убирать снег, который может стать источником неприятностей. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!